Ух, ты меня вдохновляешь! Слушай, если Бог не может вдохновить тебя, какой черт может? Ты все каламбуришь? А это не был каламбур. Прочти-ка еще раз. Ага, понятно. Да, однако было бы нормально, если бы я и каламбурил, разве нет? Не знаю, я привык, что мой Бог немного более серьезен. Ну что ж, сделай мне одолжение. Не старайся загонять меня в какие-то рамки. И, кстати, сделай себе то же самое одолжение. Просто так случилось, что у меня великолепное чувство юмора. Я бы сказал, что иначе нельзя, когда смотришь на то, что вы все сделали жизнью. Разве не так? Я имею в виду, что порой мне только и остается, что просто смеяться над этим. Впрочем, это нормально. Потому что, видишь ли, я-то знаю, что в конце концов все будет хорошо. Что ты имеешь в виду? Я имею в виду то, что ты не можешь проиграть в этой игре. Ты не можешь сделать что-то неправильно. Если твоей целью является Бог, тебе повезло, поскольку Бог настолько велик, что ты не сможешь промахнуться. Но все-таки мы очень беспокоимся. Очень беспокоимся о том, что мы каким-то образом все испортим, и в результате никогда не сможем увидеть тебя, быть с тобой. Ты имеешь в виду попасть в рай? Да, мы все боимся того, что попадем в ад. Таким образом, вы с самого начала поместили себя в ад, чтобы избежать попадания туда. Хм. Интересная стратегия. Ну вот, ты снова шутишь. Не могу ничего с собой поделать. Все эти разговоры о Баде пробуждают во мне самое плохое. Боже мой, да ты же настоящий комик. И тебе потребовалось так много времени, чтобы понять это. Ты вообще смотрел на мир в последнее время? Тогда у меня еще один вопрос. Почему ты не исправишь мир, вместо того, чтобы позволять ему катиться прямиком в ад? А почему бы тебе этого не сделать? У меня нет сил для этого? Чепуха. У тебя есть сила и способность прямо сейчас, в эту минуту, положить конец голоду, который царит во всем мире. Расправиться с болезнями. В этот самый момент. А что, если я скажу тебе, что ваша собственная медицина придерживает лекарства, отказывается одобрять и принимать альтернативные медикаменты и процедуры, потому что они угрожают самой структуре профессии исцеления? А что, если я скажу тебе, что правительства мира не хотят покончить с голодом во всем мире? Поверишь ли ты мне? Мне будет трудно. Я знаю, что существует такой популистский взгляд, но не могу поверить, что это действительно так. Никакой доктор не захочет отказаться от хорошего лекарства. Никакой государственный деятель не хочет видеть, как умирают его сограждане. Никакой конкретный доктор, да, это правда. Никакой конкретный государственный деятель тоже правда. Но врачевание и политика превратились в институты. И именно эти институты противостоят подобным вещам. Порой очень незаметно, порой даже как бы нечаянно, но неотвратимо. Потому что для институтов это вопрос их выживания. И просто для того, чтобы дать тебе один элементарный пример, скажу, почему врачи на Западе отрицают действенность медицины врачей Востока. Принятие ее, признание того, что определенные альтернативные методы могут привести к исцелению, означало бы разрушение основ данного института на Западе. В том виде, в котором он сам себя построил. В этом нет злонамеренности, но есть коварство. Медицина, как институт, делает это не потому, что она хочет зла, нет. Она делает это потому, что ей страшно. Субтитры создал DimaTorzok